Я так смеялась. Даня Милохина, да. Мне вообще нравятся девчонки. Ничего себе! Офигеть! Всем привет! С вами Юлька Шпулько или Юлия Гаврилина. Называйте меня как хотите. И сейчас я буду смотреть ваши тиктоки, которые вы сняли под моей песней. Начнем мы, наверное, с песни Жужу. Кстати, чтобы вы понимали, первые шесть роликов это чисто мои видео. Мне безумно понравилось вот это видео. Я когда увидела это видео, я так смеялась. Это вообще настолько было круто, что нереально. Мне безумно нравится вот это видео. Это очень круто. Это мое выступление. Кстати, первое мое выступление было в парке Горького на выпускной. И моя песня вышла, вот представляем сегодня выпускной, моя песня вышла вчера. То есть ее вообще еще никто не знал. Практически. То есть никто не успел почти выучить слова. И я выступила, вышла. И потом мое выступление собрало больше всех просмотров. Шесть миллионов просмотров. То есть когда там Джонни, вот все выступали, я просто почему-то пригнала всех. Залетела еще в тренды Ютуба с этой песни. Я такая, господи, что? Почему? То есть песня только-только вышла. Залетела больше, чем у других артистов. Хотя я бы не сказала, что там супер была поддержка в зрительном зале. Для меня это честно, до сих пор стоит загадкой, почему так много просмотров и почему всех обогнало, всех артистов, которые там были. Да, ребята, вот если вы видели мое выступление в парке Горького, напишите, пожалуйста, в комментариях, чем конкретно вас зацепило, потому что реально по просмотрам обогнало всех артистов. Не знаю, с чем это связано. Ну ладно, давайте будем дальше смотреть. Угадываем тиктокеров, если бы они резко постарели. Валя Коновал. Выглядит очень некрасиво. Юля Гаврилина? Это Галышкина. Галышево. Так, Даня Милохин. Даже не лайк в это видео. Не, вот это клево. Ему идет. Это лучшие деды на моей памяти. Это Даня Милохин. Это Даня Милохин сильный дед. Он прям в натуре сильный дед. А это кавер-то мины. Очень красиво. Мне абсолютно понравилось. Это мой любимый виден этот звук. А я написала в комментариях. Я написала Жужужу. И она не ответила на это видео. Давайте посмотрим. Еще один. Это очень круто, реально. Вот это прикольно видео. Это, по-моему, просто гениально. Нарядиться в костюм пчелы и снять видео под Жужужу. Ну, это скорее как бабочки в животе, но только в голове. Они, вон, мол, ультает из тебя, ты весь такой порхаешь, тебе хорошо, прикольно. То есть тут нет никакого суперсложного смысла. Это скорее тебе просто хорошо. В твоей голове такое жужужу, что ты вообще не можешь. Такая милая девочка, прям вообще милашка. Мне вообще нравятся девчонки с брекетами. Милая история какая-то. Да, давайте сейчас посмотрим под песню только ты. А с этого видео тоже, честно, очень угорало. Потому что человек, который рядом с Егором, очень похож безумно на Заира. Которая создатель хэм-хауса и так далее. Только что, когда увидела впервые? А это, оказывается, не по-настоящему. Он еще в описании написал. Сняли за Иром под шпульку. Это тоже прикольное видео. Ну, типа, я не знаю, просто такая атмосферная. Мне нравится. Прикольное еще есть видео, короче, снимала мамы Кати Голошевой. Моя. Такие глаза глупы, красиво, на чем когда-то сделает, как я всегда. Это прикольное, когда мы это выложили подписчики. И не хотела уходить тогда. Очень прикольное видео получилось. Так, вот я вижу видео, которое я не видела. Как двигать языком во время поцелуя. Очень интересно. Так, я почему-то, когда увидела, начала пробовать. Потом такая думала, господи, что я в тебе делаю? Я предлагаю, на самом деле, пройтись по хэштегам. Потому что я думаю, там будет что-то интересное. Давайте прямо и вбиваем. Юлия Гаврилина. У нас мы... Ничего себе! На Юлия Гаврилина просмотры 6,7 миллионов. Юлия Гаврилина 323 миллиона. Ай, фиги! Давайте зайдем на там, где больше просмотров. Ребята, вы... Триста, триста, двадцать три миллиона человек. Это же капец много. Если меня реально столько людей знают. Капец! Давайте посмотрим видео, которое здесь есть. Привет, Юлия Гаврилина! Привет! Это отрывок из видео, где у меня брали... Так сказать, меня подловили и спрашивали, сколько стоит мой шмот. Ну, тут получилось достаточно дорого. А это, знаете, вот очень интересная история. Это мне подарили в Саратове подписчики Липтин. А суть в том, что каждый раз, когда меня видят мои зрители на улице, мне всегда дарят Липтин. Абсолютно всегда. У меня его уже столько, что я могу его не купить, а потом увижу какого-то своего зрителя, и он мне его подарит. И, если честно, я вижу в комментариях, мол, она его не выпьет, потому что может кто-то что-то подсыпать. И после таких комментариев мне реально становится страшно. Но при этом я не знаю, я не верю в то, что кто-то может что-то подсыпать Липтин. Да зачем это, в принципе, кому-то? И, короче, это безумно круто, когда мне дарят Липтин. Вот сейчас посмотрим видео. Там прям целый пакет. Раз, два. И целый пакет. И я такая Паша даю, Паша такой грустный сразу стал. Что-то мне Паша жалко на этом видео. Какой-то он грустный. Я, кстати, даже не обратила внимания. О, повторяем обложки тиктокеров, это интересно. По-моему, очень круто. Почти один в один. Да, давай, потому что реально очень красиво. Но я уже видела такие видео, но я думаю, она уже не увидит, потому что давно видео снимала. Но была не была. Что вы понимали, я никогда не смотрела Игру Престолов. Я просто во время этого видео такая, что, боже, что происходит? Возможно, у кого-то она есть, но именно у нашего дома мы ни с кем не соревнуемся. Почему мы ни с кем? Вы должны быть номер один. У кого карлик живет в доме, признавайтесь. Какой карлик? Я не буду в суд. Короче, ладно. Очень все это забавно. Звоню Юльке Шпульке. Давайте посмотрим. В этом видео я буду звонить Юльке Шпульке. Привет. Привет. Слушай, а правда, что у тебя самые crazy подписчики? Ну, вы вообще бешите. А можешь спеть что-то прямо сейчас? Я схожу с мамой. Мне мало, мало, мало тебя. Юль, а у тебя спарить? Даже машины нет. Спасибо тебе большое, что ты ответила. Дайте нам подождите. Чтобы понимали, ну ты же слышишь, да, что ты не, на самом деле, говорю. Эта девочка очень скреативила и взяла из моих каких-то видео, сторис, прикольно смонтировала. Ой, тут рисунок. Я даже его не видела. Очень красивый рисунок получился. Так, это пыдло Юля. Я такая, бывает, иногда прям дерзкая, знаете, такая пацанка. На самом деле самое смешное в этом видео то, что девушка, так сказать, шутит про мой трек, но при этом шутит про мой трек под предлогом того, что его будут служить только десятилетние девочки, но при этом сама в каком-то моменте вот этого видео подпевает слова, уже выучив их. Знаете, вот таких людей, как бы они ни писали это в шутку, не в шутку, все равно видно, что был ум и все как-то задеть, поржать и так далее. Таких людей я в своей жизни прошла уже много-много лет назад, поэтому даже реагировать никак не хочу. Добрать тебе и удачи. Надеюсь, у тебя получится лучше. Блин, честно, я настолько сильно люблю всех ребят, что выделять кого-то особенного не хочу. Я просто скажу по-простому. Юлия Гаврилина, Юлька Шпулька и Муля. А это все я. Ну реально, правда, не хочу никого другого как-то выделять, чтобы не обидеть других ребят, поэтому я просто люблю своих шпуликов, поэтому Шпульки вообще самый лучший тиктокер в этом мире. Ну слушай, я обычно в такие ситуации привожу пример Инстаграма. Если ты помнишь, когда Инстаграм только появился, что про него говорили? О боже, это для тупых блондинок, чтобы делать селфи. Сейчас в Инстаграме сидит абсолютно каждый. Тикток — это просто новая платформа, и, как правило, когда появляется что-то новое, люди не готовы это воспринять сразу же. Я уже 4 года в этом приложении. Раньше оно называлось Мюзикле. И 4, 3, 2 года назад, год назад его не воспринимали так, как воспринимают сейчас. Так что я считаю, успех пошел, и люди как-то потихонечку-потихонечку начинают привыкать к этому приложению, заходить в него. Так что я думаю, это просто дело времени из-за того, что люди боятся принять что-то новое, особенно ютуб-блогеры, так как мы их сейчас, так сказать, чуть-чуть подвигаем. Ребята, на этом все. С вами была Юлька Шпулька, ну или Юлия Гаврилина. Называйте, как хотите, варианта есть два. Не забывайте ставить пальчики вверх, сделать эту красную кнопку наконец-таки серой. Также обязательно пишите в комментариях, кого бы вы хотели увидеть прямо на этом кресле после меня, потому что это очень важно. Жду ваших комментарий. Ну и все. Всем пока.